Не знаю, не все готовы. Кто-то готов в 3 миллиона вложить? Не знаю. Причем большая вероятность купить фейковую франшизу. Знаете, такая еще сейчас штука есть. Все практически сейчас очень модно запаковать бизнес, начинать его продавать, продавать. И даже есть такое уже мнение среди предпринимателей, может быть не совсем таких предпринимателей. Если не получается бизнес, запакуй франшизу и продай. То есть лично у нас был такой опыт, когда мы ездили на выставки специально по покупке и продаже бизнеса. Есть такие, в Москве проходит, купи бренд называется. Извините за выражение, продают шлак, 90% шлака. Ну просто, вы знаете, можно купить реально, условно говоря, совсем не бизнес. И вы должны понимать, что нужен опыт предпринимательства. Если вы покупаете готовый алгоритм, вы должны его через свой опыт пропускать. Риски и доходность зависят от опыта и качества франшизы, как я уже говорил. Вероятность зарабатывать чистыми через один год крайне низкая, потому что это такой же бизнес. Я на собственном опыте убедился, что какой-нибудь менеджер что-то вовремя не отгрузил. Особенно если вы занимаетесь реальным товаром, у вас он не появился на полках, то вы просто убытки несете. И это повсеместно. Вариант рабочий? Да. Подходит всем? Нет. Вариант заняться этим? Почему нет? Если вы осознаете, что вы готовы потерять или заработать, вложив сюда 3 миллиона рублей плюс минут, пожалуйста, это можно выбирать. Но опять же, вы должны понимать, что получиться может не у каждого. То есть это как любой другой отдел. Кстати, у кого-то был вообще опыт франчайзинга? То есть вы брали, готовы, знаете, инструкции, алгоритмы прописаны. Что самое интересное, вот я хотел бы, если вы будете разбираться в рынке франчайзинга, но вдруг кто-то из вас решил. 5 лет, первое, да, маркер, 5 лет должна франшиза отработать. Второй момент. Те инструкции, которые написаны, они должны быть написаны предпринимателям, а не менеджерам наемным. И вот это очень большая проблема франчайзинга. Кстати, франчайзинг изначально создавался как модель поглощения другого бизнеса. То есть это американцы придумали как стратегию поглощения бизнеса. То есть человек покупает франшизу, у человека что-то не получается, ему создают проблемы, и он потом продает этот бизнес, уже развив какую-то для себя сеть, и собственник франчайзинга просто покупает его за копейки, таким образом очень экономно входит в рынок, в регион, допустим. Изначально это было придумано американцами там, потом это трансформировалось именно как в готовый бизнес. Просто вы должны об этом знать, чтобы вы понимали, разбирались и так далее. Следующий момент. Интернет-бизнес. Очень модная штуковина, прям заняться интернет-бизнесом. Тоже есть такой опыт. Непонятно, с чего и начинать, и что делать. Как говорят, слушай, что тебе нравится, давай зарабатывать на твоем любимом деле, на твоем хобби. Звучит тут прям прекрасно. Идеально звучит, прям супер. Но при этом непонятно вообще, с чего начинать, и что делать. Стартовый капитал 300+, как говорят, не надо денег вкладывать. Ребята, это неправда. Деньги нужны в любой бизнес вкладывать, и здесь нужны инвестиции как минимум на хороший сайт, в Яндекс, Директ, Гугл, и так далее, и так далее. То есть нужны деньги на продвижение. И нужен, конечно же, понимание того, что то, что ты будешь зарабатывать какие-то деньги, оно тоже крайне низкое. Потому что бизнесменов, интернет-бизнесменов на сегодняшний день, ну, не знаю, такое количество. Потому что онлайн практически уже проник в мобильные телефоны, почти у каждого находится. И это еще только начало. Мобильный интернет сейчас рулит просто. Социальные сети рулят, и все хотят быть интернет-предпринимателем. И говорят, что, ну, слушай, это вообще так доступно. Попробуйте, начните. Я продавал несколько курсов, работала целая команда над этим, YouTube-каналы, свои там эти программы, сайты, там все-все-все. Я понял, что это просто, это, знаете, 14 часов работы. То есть если вы хотите результат, я знаю людей, которые зарабатывают в интернет-бизнесе, но они пашут. Просто, знаете, вот, нужно быть одержимым определенным образом, да, и определенным складом характера. Если вы публично любите выступать, тогда занимайтесь интернет-бизнесом. Если вы не любите публично выступать, тогда вам точно интернет-бизнес не нужен. Просто вы должны об этом тоже знать, чтобы принимать адекватные решения, не эмоциональные. Потому что, опять же, если вы начнете чем-то делать, потеряете время, свои силы, деньги, то, наверное, семья, ну, как-то будет реагировать, наверное, не очень хорошо. То есть подставлять семью, еще кого-то, наверное, было бы не очень хорошо, если бы вы в этом не разобрались. Ребята, если какие-то вопросы возникают, давайте мы просто на перерыве уже в конце, ладно, чтобы я энергетику не потерял, ну, я просто прошу вас. Если возникают вопросы, мы с вами обязательно их разберем. Поэтому просто запишите, хорошо, и мы с вами поговорим на эту тему. Дальше. По поводу сетевого бизнеса, да. Сетевой бизнес в целом. Вы пользуетесь ресурсами компании-партнера. То есть есть компания-партнер, которая, как правило, имеет ресурсы, финансы, производство, продукты, там, логистику, сервис. Вы это используете. Стартовый капитал не нужен. То есть не нужен стартовый капитал. Это правда. Есть четкий алгоритм, что и как делать. Обычно так, в нормальных компаниях. И риски минимальны, потому что вы вкладываете только свое время. Как правило, свое время очень мало стоит. Если вы еще не, ну, скажем так, не профессионал, ваше время недорого стоит. Но это правда. Посчитайте. Разделите ваш доход на количество часов, которые вы работаете, получите, сколько у вас стоит час. И просто посчитайте. То есть, как правило, когда человек начинает, время его стоит недорого. Поэтому риск здесь тоже не очень высокий. И вероятность зарабатывать чистыми уже через месяц высокая. Это правда. То есть это тоже. Кому подходит? Всем? Я не знаю. Может быть. Каждый может. Может. Кому-то подходит, а кому-то не подходит. То есть это тоже вариант. Но я хотел бы сейчас вот по этим четырем моментам мы пробежались, конкредизировать уже на своем собственном опыте то, что, в чем мы разбирались. Сетевой бизнес LR. О чем как раз мы сейчас хотим поговорить более детально. В начале пути я, допустим, к сетевому бизнесу вообще никак не относился. Для меня это вообще первый проект. И я на него вообще не смотрел. Не по причине того, что это мне не интересно было. Просто я занимался своим делом, и мне некогда было смотреть в эту сторону. Но когда возникла ситуация, когда ты компанию продаешь, когда какая-то ситуация меняется, то есть что-то меняется, начинает попадать информация через интернет, ты книги читаешь, ты видишь просто, что есть такая индустрия. Ну, условно говоря, вот есть там, допустим, салоны красоты или там медицинские центры, это есть и есть. Вы просто знаете, что это есть. Как это работает, вы не знаете. Вот у меня примерно такое было. Когда мне позвонили, первый раз немцы, у нас родственники живут в Германии, мы знаем, часто бываем, супруга 9 лет там жила, родом оттуда вообще. И, соответственно, я говорю, слушай, давай вот рассмотрим, она хотела детский магазин открыть. Детский магазин в городе Череповец, это потерять 4 миллиона рублей сразу. Ну, прям вот серьезно. Я это понимал. Я понимал, что она, конечно, будет этим заниматься с душой, все хорошо. Мы даже в Финляндию съездили, мы даже скопировать хотели одну сетку, которая бы очень прекрасно бы работала, но не в Череповце. Вот в Петербурге, да, в Москве, да, но не в Череповце. Но она хотела, а я не очень. Потому что деньги 4 миллиона, это, ну, большие деньги, на самом деле. И, соответственно, я предложил, вот смотри, давай позвонили друзья, давай подразберемся в этой. Она была очень скептически настроена, очень. Она говорила, ну, потому что она не разбиралась. Что я хочу сказать сейчас? Вот тогда, это был 2011 год, октябрь, что я хочу сказать сейчас? На сегодняшний день я понимаю, что это работает. Правда. Здесь есть деньги, это правда. Здесь можно создать актив. это когда вы не вовлечены в процесс на 100%, но при этом зарабатываете деньги. Я вам хочу сказать такую небольшую историю, конечно, не буду там углубляться, но в 2015, в конце 2015 года, в 2016 году у нас очень был непростой год, потому что получилось так, что сын старший, он очень сильно заболел, очень серьезно. То есть там вопрос вообще стоял, ну, очень так, ну, не буду, тонко очень. Да или нет, короче, даже вот так. И, соответственно, мы были не вовлечены в этот бизнес на 100%, и даже, может быть, на 80%, а может быть, даже и на 70%. Но я вам хочу сказать, мы переезжали в Сочи, там, жили в Москве, спасали, короче, ребенка. И в этот момент, проделав определенную работу, бизнесом не занимались практически вот так, как нужно было бы им заниматься. Но в этот момент поступал доход постоянно. И я понял, что здесь, ребята, можно создать пассивный источник дохода. Это правда, это действительно факт, который имеет место. Быть, то есть в традиционном бизнесе, если бы вот тот бизнес, который я имел, имел розничный, если бы я отвлекся от него на 3, 4, 5 или 6 месяцев, его бы просто не стало. Даже если у тебя 400 человек наемных сотрудников, даже если у тебя сеть 50-70 магазинов, даже если у тебя уже есть опыт, там, в 15 лет, ты бы не справился с той ямой, в которую бы он попал. И мне это понравилось. Я просто на собственное, извините за выражение, в шкуре прочувствовал эффективность проделанной работы. Опять же, но мы находимся в начале пути. И я хочу сказать, что он дает свободу и он дает другое качество денег. Вопрос, конечно, в том, чтобы вы просто в этом разобрались. Я хотел бы просто дальше продолжить, чтобы вы поняли, в чем суть бизнеса CLR. Буквально коротко, это мое представление, как я это понимаю. Чтобы у вас, вот моя задача, чтобы вы просто поняли, не без всяких, знаете, каких-то там, вау, таких надстроек, вот как оно есть на самом деле. Вот сейчас говорю, как есть на самом деле, как это работает по факту. Вот смотрите, есть немецкая компания, ее называется она LR. Компания находится в Германии, уже 31 год существует. Компания показывает динамику товарооборота. Почему? Потому что производит очень хорошие продукты, которые любые люди покупают каждый день в обычных магазинах. Это продукты, которые у нас на кухне. Это супы, коктейли.